Так, что там вы пишете? Почему-то это пробуждение или осознание не ко всем приходит, или это дано только избранным. Милость. К человеку приходит милость. Милость — это и есть те случайные знания, которые они услышали где-то. И эти знания, они им были близки, они их прочувствовали. И это знание иногда приходит, с годами всё, оно больше и больше становится, потом забывается, потом опять. И вот эти осознанные выскочки, которые возникают у человека, это и есть та милость. Кто-то может сильно с этим отождествиться и работать в этом направлении. В моей практике было такое, что я слишком сильно отождествлялся и культивировал все эти знания. Как я сейчас понимаю, это тоже было не очень грамотно своей стороны, потому что культивировал это мозг. Мозгу нравятся эти знания. Конечно. Он готов сотрудничать, потому что это выгодно. Выгодно жить прикольно, выгодно жить счастливо и радостно. Думаете, мозг не хочет жить радостно и счастливо? Конечно, хочет. Поэтому он, как меркантильный, хитрый и жаждущий всех благов индивид, цепляется за всю эту историю. И может зацепиться так, что стать фанатиком этого всего. Стать фанатиком, быть каким-то сектантом и прочее, прочее. И это будет говорить не сознание, это будет говорить ум, который так сильно в это поверил, что много-много чего лишнего туда напихал, напридумывал. И вот так вот будем делать, и все. И где-то в моментах я понимал, что где-то ты сейчас становишься вот таким чуваком. А этот культивизм, это все опять мысли ума. А нахрен эти мысли ума? Нахрен? На эту тему я никогда ни с кем не заговорю из своих знакомых, родственников, либо просто людей, которые я вижу, что они сейчас делают вроде бы что-то не так, и помочь им можно только сказав им вот эту истину. Нет. Раньше я так делал, это был моим косяком. Сейчас же такие разговоры с кем-то возникают у меня только тогда, когда со мной сами люди об этом заговорят. Такое бывало часто. Я один раз был на движухе, мои друзья там, то есть совка, все дела. Я не пью синечку. И я просто сижу. Ну, я сижу. Сижу просто. Тут компания моих друзей, тут все пьяненькие разговоры. Я слышу все их разговоры. С виду выгляжу странновато. Ну, странновато. Прикиньте, чел, который сидит вот так вот и наблюдает за всеми. Не осуждая, не комментируя. Ничего. Просто наблюдает, все видит, все слышит. И еще получает какое-то эмоциональное приятное ощущение. При этом ничего не употребив. Потом я могу встать потанцевать. Да, причем так потанцевать, когда в осознанном состоянии я танцую. Я слышу каждую просто вот нотку музыки. И тело само двигается. Кайф. Просто кайф. Ничего для этого не нужно. Ничего. И было таких много вечеринок, где я сидел. И были ребята, которые меня не знают. И они такие на меня смотрят. Такие говорят, Жень, ну, просто не очень знаком, а близко. Типа, вот познакомились только сейчас. Два часа назад. И один чувак такой говорит, Женек, а что ты сейчас делаешь? Я такой, ничего. А я в натуре ничего не делаю. Просто сижу и наблюдаю. Мысли в башке не было. Кайф вообще. Просто можно наблюдать за ситуацией. Музыка, люди, разговоры. Они говорят, наблюдаешь? Я такой, ну да. И человек такой, блин, я тебя понимаю. И он садится рядом со мной и начинает на эту тему мне вопросы задавать. И мы начинаем с ним на эту тему разговаривать. Не я его нашел. Он меня увидел и нашел. Таких ситуевен очень, очень много было у меня. И как бы ни вели себя люди по отношению к самому себе даже, как бы они себя не мучили, и как бы близки бы они не были ко мне, я не начну их норовоучать уже сейчас. Не буду им говорить, как надо делать, что им нужно не думать о том, как мысли могут повлиять на их организм и плацебо, все дела. Нет. Если спросят, с удовольствием. Если нет, то нет. Потому что эта милость к ним еще не пришла. И сказав им о том, что сейчас ты должен быть таким-то, сяким-то, пустым, непустым, сознание, несознание, человек не поймет ни хрена. Ни хрена. И для него мои слова будут только означать нелепость, глупость. Будут возникать эмоции гнева и неприязни. И ко мне, и ко всему тому, что я сейчас говорю. И когда я сейчас делаю эти видео, на весь мой спич обратит внимание только тот, кому милость уже пришла. тот, для кого эти слова близки. И туда что-то доходит. И то сознание и осознанность, которая есть внутри, она говорит, да-да, что-то здесь есть. Что-то в этом есть. Потому что тот человек, у которого этого сейчас нету, это не значит, что эта милость не придет к нему через час, через полгода, через год, через 30 лет. Возможно, придет, откуда я могу знать об этом. Но сейчас нет, не ложится, не хочется. Очень печально, очень жаль, что Женя сейчас такую херню снимает. Отписка. Милости прошу, не к нашему шалашу. Так, спасибо за отдельный контент. Не ожидал, что ты будешь моим новым гуру. Добра, пишет Тоха. Субтитры создавал DimaTorzok